И о дорогах в столице. На качество дорожного полотна жалуются горожане. Что вредит дорогам больше? Коррупция, сточные воды или резко континентальный климат? Попытался разобраться Евгений Дубинский. Утечка денег, воды или специалистов. Что больше вредит качеству свежеукатанного асфальта? Вообще, тема дорожного строительства традиционно вызывает у наших граждан бурю эмоций. Но даже если безэмоционально подойти к обсуждению и попытаться сложить стройную картину происходящего, то множество вопросов растащат ее на лоскутное одеяло. К примеру, по словам жителей села Уркер, бывшая Ильинка, что относится к Есильскому району столицы, благоустройством полутора километрового участка занялись три фирмы. Сельчане остались недовольны всеми тремя. Нету до сих пор тротуара. Не сделаны съезды к домам. Здесь тоже каких-то 500 метров дороги. Получается, выиграла одна фирма, хотя протяженность дороги 700 метров, его будет другая фирма делать. Тротуары это будет третья фирма вложить. Странно организованный тендер – это еще не коррупция. Но опять же возникает вопрос эффективности. И это всего лишь один случай на 900 километров столичных дорог. Всего же, по данным Акиматов, столицы требуют ремонта 80 из них. На дорожное благоустройство ежегодно выделяется почти 10 миллиардов тенге. Но, по мнению экспертов, этих средств недостаточно. В настоящее время цены на тарифы дорожного строительства очень низкие. По сравнению с СНГ, Россия в три раза в четыре раза ниже. Трудно построить качественную дорогу. За границей, например, один километр стоит 10 миллионов долларов, а у нас 2 миллиона долларов. Теперь попробуйте сравнить качество. Первый враг дороги – это сырость. Нужно делать водостоки. В Национальном центре качества дорожных активов в принципе не согласны с критикой дорожного полотна. Там приводят свои доводы в поддержку дорожников. В первую очередь на изношенность дорог влияет пропускная способность улиц. Местами они слишком тесные. А еще из года в год увеличивается загруженность дорог. Я не согласен, что это некачественные дороги. Все делается качественно, и на это влияет множество факторов. Одним из таких факторов, например, является то, что движение на столичных улицах растет с каждым днем. И вот что думают о состоянии столичных дорог сами автолюбители. Если сравнивать, допустим, с дорогами, если в Америке, я жил, учился в Америке, в Европе, в том же Таиланде, то дороги, как бы, ну вот база плохо обрабатывается, то есть нет предварительной обработки полотна, дорожного полотна. Соответственно, как бы асфальт изначально, он как бы ровный, а потом образуется колейность. Мое мнение, что у нас вообще очень отличные дороги по сравнению с другими странами. У нас за сутки стелят столько, сколько там в других городах вообще не видано. Это нужно ценить. Качество не очень. Ямы, кочки. Вроде ремонт делают, но быстро изнашиваются. Искать причины плохих дорог нужно. И что мешает качественно класть асфальт, резкоконтинентальный климат, недостаточный бюджет или что-то другое, мы обязательно когда-нибудь узнаем. Евгений Дубинский, Аманжол Байгазин, Нур-Эсбай Курмангазы. Итоги дня. Аманжол Байгазин